Добрый вечер! Мы с вами продолжаем изучение книги Ереме Ягу. Очень радостно, что у нас в предыдущих занятиях есть много просмотров, это для меня несколько неожиданно, потому что то, что я вижу, люди занимаются всем, политикой, реформой, чем угодно, кроме духовных вещей. Ну, конечно, не абсолютно так, но есть что-то от этого высказывания, есть доля правды в моем высказывании. И я напоминаю, что пророки – очень интересная тема, интересная, важная и практически нераскрытая. И мы с вами делаем то, что я считаю, является национальной задачей, потому что это наши книги, мы их обязаны прочитать. Можно спросить, а что из этого следует, какой вывод и так далее. Прежде всего надо прочитать, а потом уже делать выводы. Я к пророкам подхожу как к произведению искусства. Ты подходишь к картине, ты пытаешься ее понять. Если понял, увидел глубину, очень много получил для души, для разума. Не увидел, но, значит, в следующий раз. И мы взяли с вами очень трудную тему – пророк Еремьягу. Я напоминаю, что он пророчествует за 40 лет до разрушения храма. И наша главная задача – это понять текст, понять образы, которые он нам дает, которые нам раскрывает пророк. Я только напомню, что все свои занятия я посвящаю своей жене, ее памяти и возвышению души, Люба Бат Михаэль, которая очень много сделала для того, чтобы тексты пророков зазвучали. Итак, я сейчас открываю с вами текст. Я взял текст по-русски, пытался на иврите. Мне показалось, что все-таки по-русски будет лучше. Я открываю текст. И мы с вами попадаем во вторую главу пророка Еремьягу. Напомню, что в первой главе те пророчества, которые нам дал, которые показал Илия, о которых рассказал Еремьягу, они раскрыли основные проблемы. Что ты видишь? Вижу палку миндалевого дерева. Это говорит о том, что вся попытка царя Юшиягу вернуть народ к раскаянию, она не очень-то удачная. И это предупреждение Еремьягу. И он, наверное, скорее всего, передаст его царю. И царь сделает определенные выводы. Как мы видим, это из текста книги Малахим, царей. И второе пророчество – это котел, под которым горит огонь, и этот огонь раздувается с сигара. И мы с вами представили себе, что этот котел – это Иерушалаем, с одной стороны, с другой стороны, все общество Израиля, которое является таким закрытым обществом. Проблема закрытости в том, что, скажем, задача человека – выйти на Эйнсов, на бесконечность. Как говорится о Шламо, преимущество человека перед животным в том, что он Айн. В том, что в нем есть это вот Айн – прямой контакт с Богом, прямой контакт с бесконечностью. А здесь, как образ котел закрытый, дух остался снаружи. И вот теперь этот дух приходит снаружи и раздувает огонь. И из огня, как мы можем представить себе, выходит пар. И это будет важно для второй главы, в которую мы с вами попадаем. Напомню, в содержании первой главы я сразу с вами перехожу ко второй. И было сказано мне слово Бога – иди и возгласи в уши Иерушалаема, говоря так. Так сказал Бог, я помню о благосклонности ко мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, как шла ты за мной по пустыне по земле незасеянной. Здесь мы с вами говорили о том, что пойти из Египта за Всевышним – это в любом случае был подвиг. И интересно, что действительно народ шел за Всевышним, они шли к горе Синай, чтобы услышать его голос. И когда подошли к горе Синай и поняли, что Маше будет передавать слова Всевышнего, все были против, все хотели услышать голос Всевышнего, хотели говорить с Творцом. Хотели узнать, кто он такой, и в этом желании узнать, кто он такой. Безусловно, есть любовь. Есть любовь. И когда Всевышний говорит, я помню то, что сегодня. Сегодня он скажет дальше, что оставили Всевышнего, забыли Всевышнего. Но я помню об этом, потому что надеюсь, что остался корень души. Надеюсь, что вот эта любовь изначальная, первая, огромная, она никуда не ушла. Она где-то в глубине души. Так, как говорят, первая любовь – это не совсем в нашем мире, в еврейском. Ну, представим себе, да, вот эта первая любовь, она не проходит, да. Вот, и поэтому я помню, если бы не было надежды, что ты вернешься, не было бы смысла помнить. Скажи, в уши Ирушалайма. В уши Ирушалайма – это тем, кто готов прислушаться, кто готов услышать. Это не все. Это мудрые люди, это понимающие люди, да, и вот это вот провозглашение любви, или, по крайней мере, памяти о любви, оно очень важно, потому что дальше будет речь идти о наказаниях. И эти наказания, как бы, да, мы понимаем, что они приводятся на народ не из мести, не из гнева. Они приходят так, что любовь сохраняется. Любовь сохраняется, несмотря на то, что на Ирушалай обрушится наказание. И мы продолжаем с вами дальше. Слушайте слово Бога, дом Якова и все семейства дома Израиля. Так сказал Бог, какую неправду нашли бы во мне отцы ваши, что отдалились от меня и последовали за суетою и стали суетными. На иврите это сами пошли за паром и сами превратились в пар. И когда мы слышим вот этот пар, мне кажется, что нам очень напоминает кипящий котел, из которого выходит пар. Пар, да, царь Шламос сказал, что Эбель Абали Маколи Эбель, что все как пар, все является паром. На русский перевод неправильно, суета, сует, как и здесь вот переведено, это не мой перевод. И что значит пошли за паром? Представляется, что это тоже очень такой серьезный и тонкий образ. То есть вместо того, чтобы выйти на инсул, выйти на бесконечность, выйти на прямую связь со Всевышним, которую, в общем-то, должен хранить каждый человек. Это связь с бесконечностью, это не только пророчество, это не только пророчество, оно, скажем так же, как бы в повседневной жизни. Вот в трактате Таанит говорится, как вы помните, может быть, Ягата, Умацата, Таамин. Есть человек, который говорит, что я трудился и нашел, верь ему. Речь идет об изучении Торы, о духовных моментах. Вот он трудился и нашел, трудился и не заработал, не получил плату, что он в соответствии с тем, сколько он трудился, сколько он часов трудился и сколько усилий он прилагал. Он нашел, нашел что-то неожиданное, больше того, что он как бы может понять. То есть, постоянно есть выход этот на бесконечность. Мы говорим о том, что нельзя учить Тору, не произнеся благословения на изучение Торы. То есть, это не математика с полным уважением к ней, не физика. Изучение Торы – это постоянный выход на бесконечность. А здесь говорится, что нет этого выхода на бесконечность. Есть стремление к духовности, есть желание к духовности, но в конечном итоге это как бы все варится в том же самом котле, варится в себе. И если выходят за пределы котла, то все равно как бы находятся в своих парах, в своих мыслях, в своих рассуждениях, в своих измышлениях. Это тот образ, который мы здесь можем представить себе, пошли за паром и стали сами как пар. И вот второе добавление, оно очень серьезно и очень существенно. И для того, чтобы понять, насколько оно емкое, мы с вами возьмем Псалом 115-й царя Давида. «Идолы их – серебро и золото. Дело рук человеческих. Рот у них – они говорят, глаза у них – они видят, уши у них – они слышат, нос у них – они обоняют. Руки у них – они осязают, ноги у них – они ходят, не издают звука горлом своим. Пусть подобные им будут, делающие их, всякие полагающиеся на них». Царь Давид говорит, что идолопоклонник похож на своего идола. Он поклоняется ему. И, конечно, он хочет подражать ему. И вот то, что он себе представляет как идеал, а часто человек представляет как идеал свои собственные пороки в этом замкнутом и жестоком мире – это его божества. Конечно же, он возводит их в идеал, и он хочет им подражать. И он становится похож на них, на своих идолов. Таким же бесчувственным он становится, таким же жестоким, таким же ограниченным, таким же развратным, как его идолы. И здесь пророк упрек пророка еще не в том, что пошли за идолами, а пошли за паром и сами стали как пар. То есть, как мы сказали, варятся в своих измышлениях, в своих мыслях, утратив вот эту связь с бесконечностью, выход на айн. Об этом выходе на айн, на как бы ничто, очень много говорит Рав Кук. И много внимания этому понятию айн как бы нет уделяет Рав Цейтлин в своей книге «На грани двух миров». Но мы можем с вами коротко, как бы сказать, представить себе, как бы идя за Рав Цейтлином, что, скажем, айн – нет. Это как бы понятие, связанное со Всевышним в еврейской философии, я не стал говорить в Кабале, я не люблю это слово. В еврейской философии это связано со Всевышним. В каком смысле? Айн – нет. Да наоборот, Всевышний, он есть. Он самое, что ни на есть, есть. Почему же он нет? Потому что Всевышний, если так можно сказать, там, где не досягает моя мысль, не досягает туда, не добираются мои чувства, он за пределами моей мысли, за пределами моих чувств, он айн в этом плане, да, он ничто, в смысле, что он не досягает. Как всегда в иудаизме противоположности переходят друг друга и совмещаются, это не что, оно на самом есть, что ни на есть, самое что, да, айн состоит из тех же букв, что они, я, оттуда из этого айн говорит Всевышний, говорит я, да, вот. И как бы вся задача выйти за пределы этого мира, за рамки этого мира, выйти за его ограниченность, да, и выйти на контакт со Всевышним, да, и вот мы здесь тогда, может быть, еще немножко лучше понимаем этот образ закрытого котла, кипящего, и то, что вы идете за паром, за паром, за своими измышлениями, которые выходят из этого котла, и сами становитесь похожи на пар. Если идолопоклонники похожи на своих идолов, то вы похожи на пар. Это, скажем, то, что мы можем представить себе, да, пошли за паром и стали паром. Ки рахаку миалай, какую неправду нашли в отцы ваши, что они отдалились от меня, да, что значит отдалились, да, что значит отдалились, да, что значит отдалились, да, каждый понимает, это нужно как представить, рассмотреть себе, давайте здесь мы пойдем от противного и представим себе, а что значит прикрепиться ко Всевышнему. В книге Дворим говорится в четвертой главе, да, а вы, прикрепившиеся, да, как бы приклеившиеся к Богу Всесильному вашему, вы живы сегодня все. Те, кто пошли за Баальпиором, они все умерли, а те, кто приклеившиеся ко Всевышнему, вы, приклеившиеся ко Всевышнему, вы живы сегодня. Что значит приклеиться ко Всевышнему? Ну, скажи, исполнять заповеди, да, ну, скажи, изучать Тору. Нет, приклеиться ко Всевышнему, да, всем тем, что у тебя есть, твои мысли, твое ощущение, да, все ты это направляешь для того, чтобы идти со Всевышним. Ты соизмеряешь свои дела со Всевышним, да, ты постоянно думаешь, постоянно думаешь о нем, да, как царь Давид представил себе эту заповедь, да, да, веким бы Гошем, прикрепившиеся ко Всевышнему. Он говорил так, да, я представлял себе Всевышнего перед собою всегда, да, всегда я представлял себе перед собою Всевышнего. То есть я иду со Всевышним, я соизмеряю со Сним, свои поступки, я думаю с Ним, я постоянно веду с Ним диалог, я могу даже спорить с Ним, но я с Ним, я с Ним. А тут, да, обратное, вы отдалились, отдалились от меня, да, то есть вы не пытаетесь меня понять, вы не думаете обо мне, вы не обращаетесь ко мне, ко мне с молитвой, да. Это не значит, что вы еще, вы кончили, бросили соблюдать заповеди, да, но вы не думаете обо мне, да, и когда человек не думает о Всевышнем, да, это не значит, что он должен постоянно думать о Всевышнем, вот как бы в нашей обычной жизни, да, но в общем-то, в общем-то, да, вот мысли должны быть направлены ко Всевышнему, потому что если они не будут направлены ко Всевышнему, то говорят, как в русском языке, как свято, свято, место пусто не бывает, да. В Бейт-Леви, такая книга, Бердического Рэбе, он спрашивает, а как человек может исполнить 10-ю заповедь? Аль-Тахмот, не желай, не желай то, что у ближнего твоего, не желай то, что, да, ни его осла, ни его верблюда, ни его жены, не желай. А как, как ни желай, ну, как можно, да, чувство приказать? Говорят, очень просто, да, мысли человека должны быть направлены на другое, на другое, на что-то высокое, да, постоянно. Тогда и зависти к тому, что чем обладает твой ближний, ее не будет, у него будут другие интересы, ему как бы будет не до того. Не до того, да, не до того, да, он, если человек, да, если человек идет со Всевышним, то не остается места, так скажем, другим, другим богам, да. Это то, что можно представить себе, а вы отдалились от меня, перестали думать обо мне, перестали искать меня, да. А давайте скажем, что Всевышний отдалился от народа. Да, конечно, отдалился от народа в последнее время. И мы об этом с вами говорили, когда изучали книгу Мишаяху. Мы есть видение, еще задолго доверим Мишаяху, есть видение Мишаяху, как он видит, как бы, как Всевышний оставляет свой дом, начинает оставлять свой дом. Его престол поднимается на и святая святых, он отдаляется от народа, да. Но мы понимаем, что причина в том, что народ отдалился от него, поэтому Всевышний отдаляется. Поэтому упрек Всевышнего, что же вы отдалились от меня. Вы, первопричина, у вас причина, то, что вы отдалились от меня. Теперь мы смотрим с вами дальше. Вы отдалились от меня, так сказал Бог, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что я не сделал не так, что я не исполнил из того, что я обещал, да, что отдалились от меня и последовали суетой и стали суетными. Так мы представляем уже, о чем идет речь, да, и не сказали, где Бог, да. Почему не сказали, где Бог, да, потому что Бог ушел, Бог отдалился, ушел, отдалился. Да, если не совсем, то отдалился, шхина ушла, если не совсем, то отдалилась, да. Нету тех чудесных спасений, которые были раньше, да. Народы мира Ашу начинают властвовать над Иудой, да, и она разгромила царство Десяти Колен, и на горизонте маячит Бабель, который скоро поднимется и станет основной силой, да. То есть народ находится в зависимости, нет той самостоятельности, которая была не только при царе Давиде, Шламо, да. Нету той самостоятельности, которая была при праведных царях и дальше. Аса, Йошапа, где все это, да. Вот нету независимости, нету национальной силы такой. И надо было бы спросить, почему, где Бог, который вывел нас из земли египетской, где Он, наверное, отдалился от нас. За этим вопросом сразу последует, а почему? Ну, Каэны не говорили, где Бог, да. Сначала не сказали вы, ваши отцы, все не сказали, где Бог, да, вот, потому что все видят, что что-то происходит не то, что Всевышний отдалился, да. А потом Каэны не говорят, где Бог, Каэны не говорят, где Бог, немножко по-другому, они служат в храме, и у них чувствительность к тому, что божественное присутствие стало гораздо слабее, она гораздо больше, гораздо выше, чем у всех других. Но и они, они приносят жертву и исполняют свои обязанности, и все хорошо, да, но, да, их как бы не интересует то, что нету вот этого ощущения, то, что Бог, Бог с нами, да, нету ощущения божественного присутствия даже в храме, даже когда приносятся жертвы, да. Вот, скажем, да, и вот этот вопрос, да, почему же вы не спросите, где Бог, но вы же чувствуете, что что-то иначе, что что-то по-другому, не так, как было раньше, нету той защиты, нету того благословения, нету в конце концов ощущения божественного присутствия, когда человек приходит в храм на праздники, или, как говорят, приходит, как Тора говорит, приходит увидеть Всевышнего, нету этого ощущения, что ты стоишь перед Всевышним, да, вот, и не спрашивай, где Бог, все продолжается так, как продолжалось. И дальше упреки Еремиагу продолжаются, он говорит так, и закону учителя, допустим, не знали меня, а пастори грешили против меня. Закон учителя, где-то я вам выписал на иврите, это топсея тора, так, по-русски перевели закон учителя, а на иврите топсея тора, это те, кто держат Тору, да, я бы сказал, те, кто захватили Тору, да, не, не мудрецы, да, не скини, да, а то всея тора, те, кто захватили Тору, да, мы чувствуем в этом, в этих словах, да, что есть, есть изучение, есть изучение Торы, да, но нету настоящего подхода к Торе, да, есть такой, как бы, официоз, когда есть люди, придержащие Тору, назначенные на должности, которые должны обучать Торе, да, вот, говорится, не знали меня, а что значит знать Бога, да, об этом нам Еремияву скажет, скажет позже в девятой главе, я выписал для вас, естественно, что все понятия, они здесь пересекаются друг с другом, и вот в девятой главе, он так, Еремияву говорит, так сказал Бог, да не хвалится мудрой мудростью своей и не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим, но хвалящийся пусть похваляется лишь тем, что он разумеет и знает меня, что я Бог, творящий милосердие, правосудие и справедливость на земле, или бы это, либо лишь это желание мое, желанно мне сказал Бог, да, какие-то огромные, великие слова. Что значит знать Бога? Мы сказали, что это значит быть великим кавалинстом, да, когда у тебя голова перемещает все сферы, да, которые есть в высших мирах, и ты знаешь, как одна сфера сочетается с другой, как правая с левым, да, как одно пошло туда и сюда, да, вот это и прочитал всего, а резали, а всю книгу Зор. Нет, не это, может быть, это, но если ты не сделал ничего для того, чтобы притворить в жизнь, привнести в жизнь милосердие, прежде всего, милосердие, милость, любовь, правосудие и справедливость на земле, не в высших серых, на высших серых на земле, то ты ничего не сделал, когда у тебя голова только в небесах, высших сферах, и лишь это желание мое сказал Бог, чтобы в жизнь притворялось, может быть, то, что у тебя есть в голове, твои понятия великие, огромные, но они все должны притворяться в жизнь. Если ты этого не сделал, ты не знаешь Бога, ты не знаешь Его желания, ты не знаешь того, что Он хочет. Он не хочет того, чтобы твоя голова оставалась в высших сферах. Пожалуйста. Ну, это очень хорошо, когда голова в высших сферах, но его желание, то, чтобы на земле была милость и справедливость. Да, и Раф Кук, великий человек, он однажды ответил Рибазу, когда у них был спор о земле Израиля, он ответил ему так. Раф знает Галаху, но Раф не знает желания Всевышнего. Я не буду подробно разбирать эту ситуацию, но можно представить себе, что, конечно, Галаха и желание Всевышнего – это, в общем-то, одно и то же. Но не всегда человек понимает Галаху, не всегда человек понимает, как, на что она направлена, ее смысл. Поэтому он не приходит к желанию Всевышнего, он не исполняет формальный закон, а желание Всевышнего – цель. Он не понимает. Это в скобках, как бы, да? Это что значит знать Всевышнего? То всея Тора, те, кто схватили Тору, или те, кто держит Тору хорошо, в хорошем смысле держит Тору, они не знали меня. Не знали меня. То есть ничего не сумели притворить в жизнь. А пастыри, руководители народа грешили против меня. Здесь, конечно, речь идет уже о политике, я бы сказал. И призвание тех, кто стоит по главе народа, полагаться на Всевышнего и играть в политические игры очень ограничено. В основном полагаться на Всевышнего. Естественно, что есть обязанность поддерживать добрые отношения. Естественно, есть обязанность сотрудничать с народами. Но полагаться можно только на Всевышнего. Если ты полагаешься на кого-то другого, кроме Всевышнего, то об этом также скажет Еремьян. Проклят человек, полагающийся на человека. Только на человека, естественно. Опязанность полагаться на Всевышнего. И это прежде всего для тех, кто стоит по главе народа. И пророки пророчествовали именем Бааля. Ну, как мы можем себе представить? В тот период, когда правит царь Юшияву, о котором мы говорили, царь праведный, который распространяет свою власть и на территорию десяти колен. Царь, который делает такие вещи, такие дела, которые никто не сделал до него. В общем-то, он возвращает весь народ к служению в храме. Уничтожает все жертвенники, которые даже для Всевышнего вне Иерушалаема. И много-много всего другого царю Шияву возможно представить себе, что пророки в его время пророчествуют от имени Бааля. Нет. Но как будто пророчествуют от имени Бааля. Они, пророки, не выходят на понимание пророчества, на толкование, истинное толкование пророчества. И лжепророчество, корень которого, может быть, находится где-то очень высоко. Он может быть близок к истине, но человек не осознает эту истину, искажает ее и привносит и выдает людям свое видение того, что им открылось, по-своему, не понимая. Мальбим много говорит о лжепророчестве, говорит о том, что пророчество – это явление. Особенно, когда в народе есть сильный человек, сильный пророк, как Шмуэль, когда в его время мы видим, что он создает школы пророков, то есть это значит, что его сила, как пророк, она распространяется и на других. Они начинают пророчествовать, но пророчествовать надо учиться. Мало того, чтобы как-то взлететь, соприкоснуться с духовным миром, видеть какие-то сны великие. Нужно еще уметь понять то, что тебе раскрывается. И для этого существовали школы пророков. Иеремьяу тоже человек очень неслабый, так сказать, в плане пророчества, и он раскрывает потоки пророчества для своего поколения. В его поколении есть еще и Хискель, который начинает пророчествовать позже. То есть как бы есть эти ворота, через которые духовность приходит в мир. Теперь вопрос, как люди будут воспринимать эту духовность. Далеко не все могут воспринять ее правильно. И Иеремьяу на протяжении своей жизни приходится не один раз сталкиваться с лжепророками. Лжепророками, то есть людьми, у них есть духовная сила. У них, может быть, есть и видение, у них есть сновидение, но они не понимают, о чем речь и искажают пророчество. И получается, что они как будто пророчествуют от имени Бааля. То есть они похожи на пророков Бааля, которые, скажем, пророчествуют за счет того, что они принимают наркотики, истязают себя, вводят себя в экстаз. И вот они действительно соприкасаются с какими-то духовными уровнями. Но, естественно, прийти к истине и понять ее, раскрыть истину, они не в состоянии. И также и пророки, многие пророки, которые живут во время Еремиягу, они соприкасаются с высокими духовными уровнями, но не в состоянии привести их в мир в правильном виде, раскрыть их правильно. И поэтому еще раз получается, что они похожи на тех, кто пророчествует от имени Бааля. И следовали за ними, что тщетны за идолами. Пророки, опять же, как бы следуют за идолами, потому что пророчествовать имени идолов во времена Юшиягу они не могли. «За это я везде буду судиться с вами», – сказал Бог, «и сыновьями, сыновьями ваших буду судиться». Буду спорить с вами, судиться. И первая посылка Всевышнего – посмотрите, какой-нибудь народ менял своих идолов. Все поклоняются своим идолам. Возьмите Моаб. У него как был камош, так и остался камош. Возьмите Омон. У него был Молих. Как был Молих, так и остался Молих. И неважно, что они терпят поражение. Они, конечно, бросают своих идолов. Они сердятся на них. Они ищут кого-то другого. Но потом они возвращаются к своим идолам. И в конечном итоге ни один народ не меняет своего идола. И вы пройдите по островам Китимским. Это острова Игейского моря. И посмотрите, и пошлите в Китдар на юг. И внимательно присмотритесь, и увидите, был ли где подобное. Переменил ли какой народ богов своих? А ведь они не боги. Никто не меняет своих идолов. Как же вы отказываетесь от Всевышнего? Какой-нибудь из этих божеств вывело народ из Египта, из рабства. Какой-нибудь из этих божеств подвело свой народ к горе Синай. И все слышали голос, который обращается к ним. Не было ничего подобного. Все это дерево, все это вымыслы, все это легенды этих народов. Никакой реалии за ними не стоит. А мой народ переменил славу свою на тщету. То есть славу свою переменил Всевышнего, который является его славой, на нечто пустое, тщетное. «Дивитесь этому небеса и содрогнитесь, и совершенно иссохнете», сказал Бог. «То есть небеса пусть не дают воды из-за того, что народ меняет Всевышнего на каких-то божеств соседних народов. Пусть небеса закроются и сохнут, не дают дождя». Дальше очень интересно и требует, опять же, понимания. «Ибо два зла совершил народ мой, меня, источник живой воды, оставили они, и высекли себе водоемы, водоемы трескающиеся, которые не удержат воды». Как понять этот образ? Еще раз мы сталкиваемся с пророческим образом, который требует понимания. Картина пророческая. Вот как будто мы стоим перед произведением искусства, и нам надо понять эту картину. А что такое источник живой воды? Он бьет откуда-то снизу, он не прекращается, он бьет все время. А что же дело, что такое водоемы, которые не удержат воды? Что это за водоемы такие? Я бы сказал, водосборники, которые не удержат воды. А разница между источником и водосборником в том, что источник, он, в нем есть постоянное благо и зимой, и летом. Благо, поток воды и зимой, и летом, который идет из земли, источник, особенно в гористой местности, благословение. Вокруг него сразу появляются сады, виноградники. И достаточно воды для того, чтобы поливать. В скобках можно сказать, если мы представим себе эпоху второго храма, времена Ирода, то Ироду не хватало воды в Ирушалаиме на праздники. Он построил великолепный, огромный храм. В храм приходило множество людей, все они собирались в Ирушалаиме, нужно было очень много воды и для питья, и прежде всего для микваот, для микваот, которые люди погружались, прежде чем войти в храм. Была система водоснабжения, которая была построена хошманаями, она была недостаточна для Ирода. Что он сделал? Он построил водопровод, который берет воду, в которой наполняется водой с иудейских гор. И с иудейских гор. Потому что в иудейских горах множество источников настолько, они и зимой, и летом, они могут обеспечить водой целый Ирушалаим. И, ну, как бы, трудно сказать, не совсем, конечно, но в значительной степени независимо от дождей. Независимо от дождей. И мы помним с вами историю из книги Малахим, где в городе Ерехо испортился источник, из него невозможно пить, и люди обращаются к пророку Елиша, чтобы он исправил этот источник. А почему? Очень просто. Ерехо – это пустыня. Там выпадает треть осадков того, что необходимо людям для земледелия, для того, чтобы пить. То есть мы представляем себе, что источник – это очень такой важный момент. Источник живой воды, которая бьет постоянно из-под земли, из подземных вод. Они там, как и в ней, вот, собираются по разным причинам, по-разному. И есть Маагарим, целые сборники, водосборники под водой. Он естественной, живой воды, вот, бьет источник, он бьет постоянно. И вот мы видим с вами, что люди отказываются от этой воды, и они выбивают себе водосборники в скалах. Водосборники в скалах. Зачем? Для того, чтобы они наполнились дождевой водой. Для того, чтобы они наполнились дождевой водой. Поэтому пророк говорит, да пусть пересохнут небеса, пусть они им не дадут воды. Хотя те водосборники, которые они выбили, они заранее, в них есть трещины, и они не удержат воды. Вот, мы с вами видим ситуацию. А теперь нам нужно раскрыть с вами образ. Образ, он такой. Источник воды, как мы можем понять с вами через праотцов, источник воды, он соответствует милости. Вот, скажем, к Аврааму навстречу поднимается вода, потому что его свойство милости и как бы то, что является милостью, так сказать, в природе, реагирует на милость души и поднимается вода к нему. Это свойство Авраама. Мы помним, что в периоде Цхака колодцы Авраама засыпают. Почему? Потому что к ним подходят другие люди, они, эти колодцы не наполняются водой. Только для Авраама они наполнялись водой, да, их засыпают, чтобы не было свидетельства того, что эта земля принадлежит Аврааму. Цхак выкапывает заново эти колодцы, и вода наполняет, они наполняются водой, потому что тоже свойство милости есть и у Цхака. Что бы там ни говорили про его, там другие свойства, главные свойства, милость – это свойство про отцов основное. Ревка подходит к колодцу, да, и он, вода поднимается и навстречу, и Элиэзер видит, что вода поднимается и навстречу. То есть, источник, который бьет из земли, он образ милости, которая есть в душе человека, которая есть в душе человека, жизни, которая есть в земле. А небеса – это образ как бы другой воды, это образ обращения ко Всевышнему. То есть, можно разделить так, есть отношения между человеком и человеком, это источник, они всегда строятся или должны строиться на принципе милости. И есть небеса – это молитва человека, это служение человека, это принесение жертв, это его отношение со Всевышним, у него есть отношение со Всевышним, идет дождь. Он делает идолы, как сказано в Торе, человек, упаси Бог, да, и небеса закрываются. А источник – это источник, он, как мы представляем себе, он образ, как бы в зависимости от милости, которая есть в душе человека. Если мы это с вами поняли, мы поняли то, о чем говорит пророк. Он говорит так, вы оставили, вы оставили милость, основу существования на земле, ту милость, которую я требую от вас, прошу, в которой есть мое желание. И вы только решили служить Всевышнему, не обращая внимания на отношения между людьми. И это тот образ, который дает пророк, источник живой воды, милость, взаимоотношения друг с другом. Вы оставили, да, решили молиться, чтобы ваши водосборники наполнялись водой, но они треснувшие, треснувшие, они не удерживают воды, да, даже если с небес польется дождь, потому что, да, без отношения человека с человеком, без милости, без милости в душе, да, без милости в душе, да, без милости в душе. Нету, нету здесь желания Всевышнего и нету жизненных сил, да, я бы здесь остановился, наверное, да, вот я сделаю сейчас stop share и жду ваших вопросов. Конечно, у нас осталось еще очень много интересного во второй главе, но оставим это на следующий раз. Я вам говорил, что как бы моя задача, не знаю, согласитесь ли вы с этим или нет, если есть другие предложения, пожалуйста, но, как я представляю задачу, это прочитать текст, глубоко понять его, да, и, ну, может быть, не добраться до конца книги Ремьяла, не знаю, но как бы прочитать текст, чтобы он не, как бы не проскользал, не проскальзывал, чтобы мы увидели, как бы, вот эти образы пророка. Так, я останавливаю share и, пожалуйста, я бежу всех вас, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием пытаюсь ответить. Прошу прощения, Елена, у вас есть вопрос, у вас открыт микрофон. Самой Ленка Елена Семеновна, добрый вечер. Нет, Равзеев, тогда я перехвачу инициативу. Пожалуйста, да. Можно, да, у меня вот возник вопрос в ходе урока о том, что, ну, неужели действительно такое большое количество, ну, это же евреи, это же еврейский народ, это милость, это естественное что-то, это качество, да, еврейского народа. Неужели было действительно такое большое количество людей, которые нарушали взаимоотношения между людьми и что это прям вот вылилось в то, что Всевышний послал такое пророчество. Неужели действительно так много людей отклонились от такого пути милости? Это то, что вы спрашиваете, совершенно верно, да, представить, может быть, это реалии здесь довольно трудно, вот, но, скажем, да, можно попытаться представить себе так, что в трактате «Ебомот» на 79-м листе на первой странице говорит о том, что, говорит о том, что, говорит о том, что в какой-то момент закончились заслуги отцов. Одни мудрецы говорят, что это произошло в тот момент, когда Ильяву ушел от народа, так сказать, на небеса, другие связывают это с другими моментами, с тем, когда царь Арама Хазаэль начал наносить жестокие удары по Северному царству, вот. Третьи говорят, что это произошло в начале изгнания десяти колен в период Теглат-Пелисала, вот, как бы все это само по себе интересно и можно рассмотреть, но, да, представим себе, что такое кончились заслуги отцов. Что такое заслуги отцов, да, заслуги отцов – это качество души, которые есть у сыновей Израиля, да. Как говорил царь Давид, у кого нету этих трех свойств – Рахманим, Байшаним, Гумнаихасадим – сострадающие, стыдливые, то есть способные увидеть свои дела и раскаются, да. И Гумнаихасадим – те, кто действительно помогают, прикладывают свои силы, чтобы помогать другим, у кого нету этих трех качеств, да, они не относятся к народу Израиля, да. Это говорит царь Давид на все времена. Так что же, испортилась душа и закончились вот эти заслуги отцов, то есть те качества, которые они заложили в народ? Конечно, нет, да. Корень остается, безусловно, остается корень, безусловно, остаются эти качества, и в последующих поколениях они проявляются. Тут вопрос, скажем, как бы количественный, да, насколько они проявляются. Раньше они проявлялись в значительно большей степени, да, вот. Но если бы эти качества пропали совсем, то и не было союза со Всевышним, упаси Бог, да, потому что союз, он между Богом и, скажем, человеком. А если нет человека, так нету второй точки, нету второй зацепки определяющей, да, поэтому все это есть, все это никуда не ушло, да. А упрек пророка, на него, безусловно, нужно обратить внимание, да, и особенно в таком плане, да, что отношение между людьми нельзя подменить отношением между Всевышним и Всевышним человеком. Нельзя подменить молитвой, служением в храме, да, и это постоянный, как бы, рефрен, который есть у Еремьяву, и мы в дальнейшем с ним встретимся, да. И, может быть, мы уже с вами видели, мне кажется, мы говорили о Дебраемим, который говорит о периоде Еремьяву, да, что не говорите все время, не говорите все время, храм, храм, да, вот, служение в храме – это все, служение в храме – это основное, не говорите об этом, да. Да, вот, есть общество, отношение между людьми, и об этом ни в коем случае невозможно забывать, и очень трудно построить, как бы, справедливое общество очень трудно построить, да, и, скажем, да, об этом забывали многие цари, вот, и, вот, скажем, да, в таком плане, не то, что милость ушла, ее совсем нету, да, а просто я бы сказал, что это призыв пророка, призыв пророка задуматься, да, что невозможно перенести основную тяжесть на служение Всевышнему и забывать о отношениях между людьми. То есть мы говорим скорее о дисбалансе, который наступил, да? Да, да, ни в коем случае не об истреблении окончательно, да, вообще здесь нет ничего такого, как бы, о чем можно было говорить, все, да, нету и пропало, вот, пошли за пустотой и сами превратились в пустоту, да, это упрек пророка, но это не значит, что это уже случилось и навсегда останутся такой пустотой, таким паром, таким туманом, да, над этим кипящим котлом, да, нет, да, безусловно, есть в народе силы, есть в народе люди, да, и, да, кто знает, может быть, даже большая часть она сохранила свои качества, просто лицо всего народа, да, вот, как бы, не удается создать вот такое общество высоко моральное, высоко духовное, вот это упрек пророка, насколько представляется, да, не то, что эти качества пропали уже полностью. И, по большему счету, это относится именно к лидерам, да, поколению? Ну, он сказал, да, он сказал, что это относится к лидерам поколения, он назвал то все это «Ура», носителей «Торы», назвал руководителей народа, все это он назвал, не нужно забывать о том, что у всего народа есть своя роль и есть своя, есть своя ответственность, да, вот, скажем, есть прекрасный царь Юшиягу, ему очень трудно что-то сделать со своим, со своим поколением, да, вот, да, есть люди в поколении, великие, вопрос в том, примет ли их народ, да, то есть у народа есть своя ответственность, в первую очередь, конечно, руководители отвечают больше всего, на то они руководители, когены по-своему, руководители государства по-своему, да, пророки по-своему, но у Низа как бы сбросить со счетов, так сказать, роль народа, да, ни в коем случае. Большое спасибо, Раджаев. Я вижу у Тимофея поднятую руку, пожалуйста, да, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Может, скорее даже не вопрос, а размышления, вот, пророк в 13-м, Пасукея обвиняет народ, что тот совершил два зла, оставил Всевышнего и второе пошел за иглами, но, по сути, человек в своей природе зачем-то должен увлекаться, и, по сути, совершив первое зло, он неизбежно придет и ко второму. То есть, наверное, можно сказать, что одно зло, а следующее уже вытекает из первого. Да, но только в том плане, в каком мы смотрели, да, что разбиты эти ямы – это еще не идолы, это еще не идолы, да. Это желание служить Всевышнему при забывании того, что главным является отношение между людьми, да. Главным является построение справедливого общества. Главным является отношение между людьми по милости, да. Это является главным, как говорит Всевышний, вот, через пророка, и, как мы с вами сказали, что голова может быть в любых сферах. Но если это не реализуется на земле, то ничего не сделано. Примерно то же самое и здесь, да, что оставили два зла, оставили милость, а всю тяжесть как бы на это, на молитву Всевышнему, на служение, на жертвы, да, а что происходит вокруг, а что происходит с людьми – это как бы не так важно. Да. Вы еще что-то хотели сказать, Тимофей, пожалуйста. Нет, спасибо. Вот такое ощущение, что мы совсем недавно читали этот отрывок в рамках авторы, по какой-то слове. Такое может быть? Еремьягу. Масей или Матод. Вторая глава Еремьягу я к своему следу не помню. Не помню. А, окей. Надо проверить. Хорошо. Прошу прощения. Возможно, Тимофей имел в виду Евгениягу 9 глава 22-23 посуде, потому что это действительно было недавно в одной из... Это да. 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 А вот я просто срокочился на второй главе, да. Окей. Ладно. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Что-то есть? Что-то хочется еще спросить? Я очень рад тому, что у нас получилось обсуждение. Я надеюсь, что мы как-то возвращаем себе эту драгоценность понимания пророков. Можно представить, насколько это непросто. Но, как бы, проект на всю жизнь с Божьей помощью будем работать дальше. И хорошо. Я тогда с вами прощаюсь. Всем самого доброго. Я только выключу запись. Да. Рекординг. Спасибо.